В среду вступает в силу пакет секторальных санкций США против белорусских предприятий. Среди них один из крупнейших в мире производителей удобрений – Беларусь-Калий. Многие его клиенты находятся за океаном. Беларусь не имеет доступа к морю и зависит от иностранных портов. В первую очередь поток идет через литовскую Клайпиду. В Вильнюсе обещали поддержать санкции, однако не торопятся это делать, подчеркивая, что литовские транзитеры не обязаны следовать политическим решениям. В Министерстве транспорта говорят, что готовы подчиниться санкциям только вслед за банками, обслуживающими белорусскую компанию. Санкции США не распространяются напрямую на литовские юридические лица. Но очень важно то, что они зависят от финансовых учреждений. Если финансовые учреждения в условиях санкций не примут на себя риски и не будут осуществлять клиринг платежей, вполне естественно, что оплатить услуги в Литве станет невозможно, и эти услуги не будут оказаны. Некоторые литовские бизнесмены считают, что закрытие Клайпиды просто заставит Минск перенаправить грузы через российские порты. Александр Лукашенко еще до нынешнего витка напряженности неоднократно грозил так и сделать. Впрочем, американские санкции могут повлиять напрямую и на покупателей калия. В самой Беларуси дают ответ на санкции ЕС и США. С 1 января республика вводит эмбарго – запрет на ввоз широкого перечня продуктов из стран, вводивших санкции или поддержавших их. Среди таких товаров скот, мясо и мясные продукты, молоко, кондитерские изделия. За 10 месяцев этого года импорт из этих стран превысил полмиллиарда долларов. В Минске планируют компенсировать потери внутренним производством и поставками из дружественных стран.